Дворовый клуб «Затейник» – один из старейших клубов нашего города. Благодаря республиканской программе, свое 50-летие он встретит полностью обновленным. Пока лягушата сочиняли красивый танец, на открытие «Затейника» приехало много почетных гостей, в том числе бывшие педагоги и их воспитанники. «Затейник, который для меня лично, как и для многих моих сверстников, действительно был и есть таким домом. Домом, к которому мы приходили после школы, после того, как сделали уроки. Иногда и не успевали делать, но всегда тянуло в «Затейник», всегда тянуло к нашим наставникам». «Я только тренировал. Разговаривать я много не мог. Я бегал с ребятами вместе. Теперь вот мы, я как первый тренер, приехал на открытие клуба, которым мы провели много-много лет. Тренировались, занимали призовые места». Не забыли гости о подарках. Семья Шостаковых подарила несколько чайных сервизов, а глава, вручив сертификат на 10 тысяч рублей, преподнес еще один подарок из столицы, от бывшего воспитанника клуба «Затейник», а ныне мэра Казани Ильсура Медшина. Экскурсия по клубу больше напоминала встречу выпускников. Пока гости вспоминали прошлое, рассматривая альбом со старыми фотографиями, нынешние обитатели клуба осваивались в обновленной игровой комнате, творческой мастерской и современном зале для занятий пилатесом. Затем делились впечатлениями. «Этот клуб очень красивый, в нем, когда заходишь, ты понимаешь, что там твоя атмосфера, и там очень уютно, красиво, прикольно». «Я так скучала по «Затейнику», тут так классно». «Я посмотрел, хороший клуб, думаю, тоже буду ходить». «Мне даже очень понравилось то, что он изменился, стал новым, тут теперь лучше заниматься, стало новой атрибутой». «Я так долго ждала, он говорит, ну фитнес откроется, и он открылся. И когда я зашел туда, я удивился. Было очень красиво». «Я очень рада, что у нас прошел ремонт, я чувствую себя как дома». Как и подобает «Затейникам», нынешние и будущие воспитанники клуба завершили праздник флэш-мобом. Наталья Лушникова, Ренат Харасов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова